«Женщина любит ушами». Есть такая фраза? «Женщина любит ушами». Ну, слышал? Нет, есть и не такие фразы. Нет, я же говорю про интеллигентные фразы. Ты же все время меня пытаешься. Я же мальчик из хорошей... Я же маменьки с сыном. Временами это не чувствуется. Я тебя тоже очень уважаю. Так вот, конечно, эта фраза, я не скажу, что она ошибочная или глупая, она фраза уже применительна к 20 веку, когда появилась женщина-выдуманная. Вот есть Homo sapiens, есть Homo erectus, есть мужчина-женщина, а есть женщина-стрих или с большой буквы женщина с большой буквы выдуманная. То есть, конечно, женщина не любит ушами, то есть ей не так важен интеллект. Если бы женщина любила за интеллектуальные какие-то духовные... Ну, эволюционист сложно говорить о духовности, за интеллектуальные вещи, то женщина кидалась бы. Вот сид какой-нибудь, значит, сутулой, сгорбленной, с грыжей спины, с перхатью, значит, с косой, хромой, ну, невероятный интеллектуал, ну, физик, или там даже какой-нибудь инвалид Хокинг, да? И вот эти все телки несутся роскошные, с ногами от ушей, там, со всеми формами, несутся и нападают на этих интеллектуалов, просто сжирают они от них, от секса детей, все. Ну, не так, это ложь. Хотя те могут им наговорить, там, ну, не знаю, все, все формулы, физику, химию, еще и Шекспиры. Только именно этим ты и спасаешься, я чувствую. Чем? Ну, ты же интеллектуал. Ну, это неудачно, неудачно. Приходишь иногда в роли, так сказать, горбуна. Окей, Алексей, смотри, значит, сейчас я продолжаю говорить, ты 10 минут стараешься, еще раз, соображаешь, и остришь через 10 минут. Потому что надо, если острить, надо острить, понимаешь? Это же тоже талант особый. Вот, и это не так, эволюционно же. Очень разные, разные нейрофизиологии. То есть, женщина, она мать, это другая задача. И вот эта мать, она, конечно, получилась благодаря, вероятно, за счет ассоциативного центра. Там все чуть-чуть скромнее, чем мужчины. Поэтому, когда мужчина начинает уходить там в мужские компании, выпивать, общаться, забивать козла, ну, не о чем с ней поговорить, ну, не могу, начиная все. Но это естественно, потому что эволюционно она вообще не должна говорить. Она максимум слушает, и то не во всяком архаическом обществе, потому что в архаическом обществе мужчина не рассказывает ничего интересного про науку или про искусство женщины, потому что это разные два мира. И, как у Райкина, да, закрой рот дуру, я уже все сказал. То есть, и все же разные. Когда мы говорим, вот сейчас, допустим, там, я, допустим, уже потерял процентов 80 аудитории, да, точно. Или ушли, или, нет, ну, 80, серьезно, не больше. Или ушли, или возненавидели. И у них какой-то вот, ну, что это, что это вообще за рассуждение? Вот я знаю женщину, или я сама женщина, которую и понимаю, и люблю, и церебральные женщины, и ушами люблю, или обожаю всех, все, интеллектуалка и так далее. Но это же смотря из какой выборки. Те, кто смотрит твой канал, те, кто уже живут в определенном ареале, с определенной культурой, с определенным образованием, уже выбрали не первый канал, а твой канал, уже пришли на эту передачу, это уже другой сортинг совсем. И что такое головной мозг, да? Есть большая, так сказать, разница, большое разнообразие и так называемая изменчивость. Это отличие одного мозга от другого. То есть, конечно, на миллиард дамского пола будет, может быть, миллион, я не знаю, это не посчитано, но как бы интеллектуалок, которые невероятно культурно-духовно развиты, все. И это же миллион, или там даже тысяча, это очень много. И любой мне знакомый может сказать, и у меня огромное количество, которые, ну, никогда мужчина этого не поймет, что может понять женщина. Но, опять-таки, это процент. Их много, когда поставить в ряд в комнате. Во всю комнату можешь забить, еще 500 таких комнат, да? Но в рамках антропологии нашего, так сказать, вида, сейчас уже больше 7 миллиардов, это посчитанные. А там, где толерантность, в Африке, там же вообще невозможно посчитать, что у них творится. То есть, в рамках 7 миллиардов, это ничтожная частица. Это исключение. А исключение только подтверждает правила. То есть, женщина, конечно, эволюционно не любит ушами. То есть, даже скажу тебе вот такой эксперимент, который не эксперимент, но он объективный, мы о нем знаем. Как ты не знаешь, а может быть, знаешь, скорее всего. Ну, ты, кстати, помнишь, что ты должен еще 2 минуты и должен острить. Меня унижать. Значит, причем талантливый, иначе нельзя унизить. Унижает только талант. Так вот, нам известно, что на стоянках неодертальцев и кроманьольцев вот у них были контакты. Там тоже были политкорректные в свое время. Там тоже были случаи не совсем с тем, с кем можно бы случаться. И оказалось, что в генах, в наших, ну, я имею в виду, конечно, в ваших, есть от 1 до 4% в среднем генов неандертальцев. А что, как неандертальцы? Как ты знаешь, это боковая тупиковая ветвь. Это не наш предок. Сейчас мы выяснили, что это не наш предок. Не предок Homo sapiens. То есть, неандертальцы, это действительно практически животные. Он даже, он выглядел полностью как животное. Он был такой накачанный, такой, ну, кстати, некоторый ген, очень в собранном виде, даже и в думе встречаются. Ну, не будем продолжать эту тему скорбную. Так вот, о чем это говорит? Неандерталец, как известно, не имел там, есть определенные косточки под языком. И он не мог говорить. То есть, там ведутся какие-то исследования генетические, пытаются доказать, что, в общем, какие-то звуки мог. Но физиологи отвечают, что не мог он говорить. А женщины, так или иначе, с ними имели даже потомство. То есть, иначе бы у нас не было их гена. То есть, получается, что женщине даже спокойно можно и полностью с животным с неандертальцем. Это не значит, что я сексист, значит, страшный человек. Я просто объясняю, что с научной точки зрения, с научной, с точки зрения чистой, голой науки, с точки зрения не того модуса вивенти, не того стиля жизни, на котором мы сейчас, на уровне нашего развития, а на уровне базовом, основ нашего вида, да, ситуация несколько иначе, чем описана в литературе. 30 минут прошло. Можно я уже вступлю, да нет? А ты что-то придумал? Нет, я не придумал, я просто хочу закруглить. А, нет, нет, подожди, если закруглять, если пока не придумал, что закруглять? Нет, я не программу закруглить, как тебе хотелось бы. Так я еще не говорил про ту вещь. Подожди, сейчас я тебе скажу. Сейчас я тебе дам возможность, пожалуйста. Нет, я переживаю. Я понимаю, что ты хозяин, что ты переживаешь, все. Но ты уже пустил, сам виноват, пустил человека в эфир. Не надо было пускать. Не надо было пускать.